Что делать с перезбытком мужской энергии? Это мы еще не сдавали? Нет, еще не сдавали. Ну, смотря о ком идет времени, уже не считала. Ну, самое первое, это распознать и принять. Это самое первое. Второе, если смотреть в шинку, принять, что это самая лучшая реальность для меня сейчас. И то, что есть, это для меня сейчас самый лучший вариант. И это состояние энергетическое, оно создает мою реальность. Все мои отношения, если обладает мужская энергией у женщины. Все отношения, все события. И, видимо, это для чего-то важно. Осознать, что есть в реальности. Есть такое отношение к себе, с партнером. Есть он или нет. С родителями, детьми, быт, карьера. Вот оно и есть. И если все это устраивает, в принципе, жизнь. И так как это создано с внутреннего согласия каждого человека. Если в каких-то сферах жизни есть то, что человеку не устраивает, не нравится. Обычно женщины эти уходят в бизнес, в работу. Чаще всего отношения с энергетическими маленькими мальчиками, партнерами, если они есть. Для того, чтобы можно было их подавлять разным способом. Они могут быть первыми и главными. То есть это лица и женщины. Вот. И может быть перекос врожденных детях. Девочки с мужскими энергиями. Дочери с женскими. Если все это женщина устраивает, можно жить. Если нет, она может начать двигаться к раскрытию своей женской природы. То есть то, что у нее есть, это никуда не девается. Воля, решительность, целеустремленность, настойчивость, жесткость принятия решений. Никуда не девается. Но можно раскрывать свою женскую природу. Сейчас очень много способов практики. Все начинается принять. Ага.